Здравствуйте! Приглашаем вас на Тулу-арену, где первый матч от арт-финала Кубка России проводят волейбольные команды Белогорье и Локомотив из Новосибирска. Другой новичок нашего чемпионата и вообще первый китаец в российской суперлиге Джан провел уже полтора матча. Собственно, он дебютировал в составе Белогорье в матче против Югора Самотлор, один из лучших блокирующих нашего чемпионата. В последнем матче пять блоков поставил. Так, тут нужно играть. Сибиряки, не ищедя живота своего, грудью отбивают мощный удар с четвертой зоны. Ну, скорее, плечом все-таки. Казанские девушки на своем поле проиграли протону 2-3, зато выиграли в гостях 3-0. Вот вчера этот матч состоялся. Так что, пара Ленинградка, Динамо, Акбарс. Кстати, пара повторяющая полуфоном на столетие. Равно как и второй дуэт. Московская Динамо и Локомотив уступили 6 дней назад улице на таймбрейке. А вчера взяли вверх на домашнюю площадку 3-1. И, соответственно, вторая пара полуфиналистов Динамо-Москва-Локомотив. Первый матч состоится там в Калининграде. И ответ на нас провел длинный сезон сборной. Он совершенно не тренировался в составе Лока. Нужно привыкать к новым партнерам. Ну, на всем, собственно, нужно время, естественно. А вот в Курковых баталиях его времени по сути нет. Георгий Забаловников красивый мяч сбивает. Что касается Лизика, который подачу выполнял. У него 6 из 8. При этом еще один блок на его счету. У Куркаева, кстати, 5 блоков. Так что вот результативность 13 очков. У Диас Куркаев второй бомбардир своей команды вслед за диагональ. Нужно, конечно, идти в Абах. Такое спасение. Ну, по сути, с пола поднял мяч Юрий Цыбков. Красивый эпизод. Понимание ситуации. Нужно терпеть, нужно привыкать. Ну, вот Атанасов. Ну, поначалу максимально комфортное условие должен получить. Сейчас хорошо, в 4. 4 года ступнет к Джану. 2.07, рост от водоигровщика. А вот первый блок на Илье Казаченко. Подавать хорошая силовая. Да, от рук блокирующих после атаки Александра Костодинова мяч уходит в аут. 25-19. Счет первой партии. Локомотив выигрывает в первой поединке. Это в финале Кубка России у белгородцев. Но обыграл. И это получается у Ильи уже девятое номерное очко. Атанасов такой хлесткий, резкий удар, что Борошин даже выходит, поднять не успел. И снова не получается забить с первого раза. И как же красиво делает это Георгий Забалов. Третья передача. Второй забитый мяч. У Джана-то тоже все было прекрасно. Но какая защита. Постоянный Локомотив впереди весь матч. Никак не получается у белгородцев хоть немножко повести в счете. Такой дополнительный прессинг. То, что ты в роли догоняющего. И Оренбург может поздравить с первой победой в Суперлипе. Календарь был тяжелый. Недоволен следующим эпизодом. Планик Константинов. И красивая атака Мартина Атанасова. Третье очко заработал в атаке. Мивау прилетел в площадку. Не хватило какой-то доли секунды. Порошин удивил. С такого сложного приема. Тем не менее, за спину коротко. Готов. Готов. Там Гоша Заболотников. Ух, какая подача. Прям выстрел. Ну, по сути, сверху вниз. Без какой-то траектории. Мяч летел в прыжке. Джан классно принял. И вышел в атаку. Сам принял, сам забил. У Джана третья. Результативная атака в семи попутках. Константинов принимает планер. И закрывают Атанасова белгородцы. Ну, вот, наконец, счет сравнялся. Это трудный матч. Это бесконечное отставание и погоня. Один в один. Мохаммед Аль-Хадждади закрывает. Поэтому снова на площадке Порош. Дитюхин находит разрыв в блоке. Отыгрывает один сетбол, но еще один остается. Да, тут все красиво. Цыпков в третьей зоне. Прыгает. И снова тут можно вспомнить хорошую подачу. Переходящий мяч, который Курбанов проиграл. Я думаю, что до конца партии, собственно, не пасовать ты ему, а БФ не решился. Но в этом нет необходимости, когда у тебя вот тут заряжен первый темп. Игр просто подвижнее, эффективнее. Тем более, что у Белгорода не будет атаки. И вот такой вот переходящий в результате легкий подарок для Лызика, если пол локомотива получает. Должно было повезти, чтобы этот отскок сохранить в игре. Вот тут Жанна то ли такая техника необычная, то ли он всякий раз тянется за мячом, еще ищет взаимодействие со связкой. В результате блоком локомотив заканчивает вторую партию. 29-27, 2-0 в пользу гостей из Новосибирска. У Белгорода сейчас 5 блоков. И лучше блокирующий Порошин, который дважды остановил атаку соперника. А вот Жанн наконец дотянулся до своей высоты, до нужного мяча. Четвертое очко набирает. 10 атак было. Но подумал, подумал, пламя Константина, да и оставил ее. Все в площадке. Так что стартовый состав у гостей. Доигровки 22-й Курбанов, 4-й Атанасов. Еще один выстрел туда же в пятую зону. Но это переходящий мяч. Жанн в сетке, как рыбка, стрипыхался. Ну вот там что мы видим. Снизу Павел Тетюхин пытался еще и передачу исполнить. Курбанова. Курбанова. Оставил мяч в игре. И этого хватило для того, чтобы подключить Мохаммеда. У Курбанова тоже было три ошибки на подаче. Тоже был один эйс. Мохаммед продолжает погоню за Казаченкова. Для марокканца 15-й очко. У Казаченкова на данный момент 19-й. Два лидера команд. Опять из центра площадки пасует Порошин. Но сейчас Джону удобно. Мохаммед в прошлом заходе в формате Блэйс. Который сопровождался красивым флешмобом белгородцев. Джон. Но тут просто остается аплодировать стоя. Снова выйдет и прием. Курбанов не рискнул атаковать. Сейчас удобней. Нет. Казаченкова перевел. Причем это сделал Ильяс Куркаев. Он видел, что Курбанов после своей атаки и защиты где-то там на полу. Вот он здесь. И только за спину. Можно было пасовать. Но сделал как мог. Казаченков опять по сути без разбега с места. Акцент в атаке у белгородцев по-прежнему будет на своего диагонального. То может быть даже успеет догнать. Потому что Локомотив все-таки играет более разнообразно. Гораздо чаще задействованы центры. Сейчас Ильяс Куркаев уже 10-я атака у него. Стабильнее и надежнее Атанасов принимает, чем Курбанов. И вот редчайшая атака Червякова. Такой сюрприз для соперника. Лызик не поверил. Посмотрите. Дмитрий делает шаг вправо. До конца партия еще может быть даже далеко. Атанасов хорошая подача. Аль-Хадждади. 20-е очко набирает. Есть кому забить. Действительно есть. Вот Заболотников это делает. Не сильно, но элегантно и точно. Справились по сути с приемом. Вот сейчас какие проблемы. Отведенный мяч. Тетюхин искал блок. Не попал. Наверное будет просмотр. Я думаю, что так этот матч не должен закончиться. Но посмотрите. Дмитрий Лызик уже разматывает. Пластырь. Мяч не коснулся блока. И надеется Александр Волк, что кто-то из блокирующих влез в сетку. Такой на удачу запрос. Вот мотив уже празднует и танцует. Но пока последние очков катаколы не вписаны. Закончился. Касаний сетки у блокирующих не было. Хотя мы видим, что это действительно было близко. Там вот, между прочим, коленкой-то нижний трос. Коленкой-то нижний трос задел. Ну, по крайней мере, показалось-то. Не должен матч закончиться спорным моментом. Он первый арбитр. Он берет на себя ответственность в этом эпизоде. Абсолютно грамотное решение арбитру Брауна. Ребцов. И вот сейчас показывают теперь ему этот челлендж. Дело недоволен Константинов. Недовольный волейболиста Локомотива. Капитан. Вот он здесь, Илья Скурхаев. Он говорит, как? Матч же уже окончен. Вот вы видите в электронном протоколе, который висит на стойке надпись. на английском. Матч из овова. Матч окончен. Сейчас его открутят назад. 26-26. Замену же нужно, да, провести обратно. Ладно, потом. Замену потом. Да, тут не так все важно. Тут такие страсти действительно бурлят, кипят. Благодарим Александра Ребцова за покои. В общем, серьезное решение. И, в принципе, его коллеги решили, что касания сетки не было. И, по сути, можно ставить точку. Но вот так публика возмущалась. Так капитан Белгородцев, Павел Тетюкин, ну, тоже просил посмотреть самостоятельно. Как же так-то? Ведь было же там это касание. Ну, пауза такая возникла, серьезная. Ну, не знаю, минуты 3-4 игроки стояли. Понятно, что совсем не остыть. А вот это было очень неожиданно. Я вот так вспоминаю, Локомотив, по-моему, Пайп вообще не играл в этом. Так, и снова у Локомотива матч-бол. Так, а пасовать-то кто будет? Пасовать в итоге будет Казаченков, а последний мяч забивает Мартина Таласа. Завершает этот матч. 28-26 счет третьего сета. Очень упорный поединок. Локомотив побеждает в первом матче четвертьфинала в гостях за счетом 3-0. 11-го числа ответный матч в Новосибирске. Белгородцам, чтобы сыграть золотой сет, нужно выиграть 3-0 или 3-1. Поздравляем сибиряков с этой победой и прощаемся. До встречи на воле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова